Здравствуйте, друзья! С вами я, Лара Володина. И новости, которых вы все ждете о нашей лобаечке Вике. Обследование показало наличие рубцов на сердце. А это означает, что собака перенесла инфаркт, может не один. Но самое страшное то, что сердечко Вике работает еле-еле, через раз. Сколько же она вытерпела? Ни о каком перелете в Москву на данный момент не может быть и речи. Конечно, очень жаль. Она не вынесет перепады давления, перелет. Значит, пока ей надо оставаться в Якутске, пока поддерживать ее все органы, в том числе сердце, препараты какие-то пить, будем лечить. Ну, а дальше посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сердце бьется, говоришь, через раз. Да. Остановка сердца в 20,5 секунды. Синусный арест это называется. Есть пароксизм, неустойчивый перицердик, как карди. То есть, в 2-м метра надо это. Гипертрофия, это ладно. Рубцовое изменение, это тоже ладно. Ну и арестмия. Самое плохое пароксизм и симусы арест. У нас большие проблемы с сердцем. КГ сделали, давление, сказали, сердце работает через раз. В любой момент может собака погибнуть от остановки. Сегодня вычистили девочке уши. Там просто картошку можно садить, залежи. И вот она, эти ушки. Стала лучше слышать, а теперь они чешутся. Ой, маленькая девочка. Ой, маленькая девочка. Ой, ушки чешутся. Во всех там вытащили клещей всяких. Для того, захотела кушать, я купил булку черного хлеба. Она как романулась туда, в пересиденье. Все, даже не дотерпели. Мы решили в машине покушать. Прямо зверски. Маленькая, моя хорошая девочка. Все, управилась кушать. Давай, давай. Кусяк, да. Ой, молодец. Насчет ножек, конечно, планировалось с перелетом в Москву. Сделать операции на ноги. Но похоже, что операцию она тоже не перенесет. Ее сердце не выдержит. А что тогда мы имеем? Из того, что мы сейчас видим, возможно сделать ей на ноги такие ортезы, как сапожок, чтобы держать ногу, чтобы она могла хоть как-то стоять на ногах или немножечко передвигаться. Поэтому решаем вопрос с покупкой ей, но делаются они по размерам собаки, по ее размерам ноги. Именно ортезы. Их можно будет заказать в Новосибирске. Сейчас уже Татьяна звонит, знают. Все это, конечно, затратно. Обо всем будем вас информировать, друзья. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы помогаете этой несчастной девчушке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь Рыжка, Рыжуля. История эта старая, тянется она еще с прошлого лета. В прошлом году вот такую собаку подобрали Игорь и Таня на улице Якутска. Назвали, как пришло на ум, Рыжка. Было не до имени, собаке требовалась срочная помощь. Собака выживала на промзоне и очень боялась людей. Доставалась ей от них. На ее беду еще у нее была запущена венцаркома. Она была видна невооруженным глазом. Пришлось приложить усилия, чтобы ее поймать, отловить. Потом Игорь приручал ее к себе, заставил поверить человеку. Ездил с ней на капельницы, на химию. Приложил немало усилий. И опухоль стала отходить. Здоровье стало восстанавливаться. Рыжка повеселела. Была расположена к человеку, виляла хвостом, радовалась при виде Игоря. Но, увы, лечение до зимы было приостановлено. Не было нужного лекарства во всем городе. А также наплыв огромного количества собак, которых надо было спасать срочно, в минус 60 градусов. Рок в Якутске не хватает. Рок спасателей. Времени тоже, чтобы индивидуально заняться рыжкой. И, вы знаете, болезнь снова стала возвращаться. Снова полезли шишки, опухоли. И снова все всполошились, снова стали делать химию, снова искать лекарства. Когда есть лекарство, а именно Винкристин Тева, то оно очень действенно и хорошо помогает. Но его, к сожалению, опять нет в городе. Снова поищем это лекарство. Если находим одну ампулку, то радуемся, делаем ей капельницу. Одну химию, вторую, третью. И снова идет улучшение. Только вот сейчас доктор рекомендует еще прооперировать венсаркома. И так же продолжить капельницы. В общем, нам очень нужна помощь на операцию и на продолжение лечения рыжки. Друзья, пожалуйста, помогите этой собачуле. Она уже так растаяла к человеку. Она так расположена к человеку. Она благодарит человека. Она радуется, виляет хвостом. Она очень благодарная собака. И она очень хочет жить. Помогайте, пожалуйста. А мы будем прикладывать все усилия, чтобы долечить ее, довести лечение до конца. Она чудесная собака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok